Переброска спецгрупп, разведка и поиск преступников с воздуха – основные задачи авиаотряда. На сегодняшний день он оснащен одним вертолетом и целым комплексом беспилотных летательных аппаратов, способных работать в любое время суток и в любых погодных условиях. Вся информация из беспилотного летательного аппарата поступает на наземную станцию управления, представляющую собой защищенный ноутбук. Объектом является у нас газель, то есть в принципе мы можем определить координаты этой газели в режиме реального времени. В состоянии постоянной боевой готовности, об этом тоже рассказали школьникам, должна быть не только техника, но и профессиональный летный состав из 20 человек. На каждый день у нас, согласно графику, есть экипаж. По первой команде мы готовы взлететь и в любую точку нашей области прилететь. И вот он тот момент, которого ребята ждали с самого начала экскурсии. Первая группа школьников готовится сесть в вертолет. Многие из них землю с высоты птичьего полета увидят впервые. Десятиминутный полет под шасси около 300 метров. Ребята с любопытством наблюдают за происходящим на земле. Едва оказавшись внизу, торопятся поделиться впечатлениями. Я первый раз летал. Это такой адреналин был, что в жизни такого у меня не было. Мне не было страшно, мне супер было, я радовался. В Самарской области авиаотряд специального назначения существует уже 8 лет. И свою эффективность доказывал не раз. В прошлом году, благодаря работе летчиков, в лесном массиве удалось обнаружить схрон с шестью угнанными автомобилями. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Павел Баймаков, Григорий Плешаков.